Привет, друзья! Вот такая у меня родилась идея сделать плейлист на моём канале «Жизнь без мяса». Я не являюсь радикальным противником поедания мяса. Каждый человек должен есть то, что он считает нужным для себя, возможным и полезным. И отношение к еде человека меняется на протяжении всей его жизни. Например, я. Да, кстати, давайте познакомимся. Если вы ещё меня не знаете, меня зовут Бая. Мне 60 лет, и я доктор натуропатии. До 53-х лет моё питание было вообще бардак. Я просто не понимала, что питание во многом влияет на обменные процессы, а также питание очень тесно, прямым образом связано с наличием или отсутствием заболеваний у человека. Всё это я узнала только в 53 года, когда стала изучать натуропатию. И по мере того, как я изучала натуропатию, мне всё больше и больше интересной становилась тема питания, и я поняла, что питание, оно не может быть одним и тем же всю жизнь. Мы растём на протяжении всей жизни, по всех смыслах этого слова. Мы меняемся, и меняется наше отношение к еде. Особенно сильно и заметно оно меняется, когда мы начинаем понимать, что питание – это как раз про наше здоровье, и когда мы начинаем делать хорошие изменения в своём рационе, чтобы стать более здоровым. И у меня как раз было так. Когда я начала менять своё питание, признаюсь честно, были разные радикальные решения, типа «я не буду есть мясо», «я буду фрукторианцем» и что-то в этом роде. Но жизнь взяла своё, жизнь расставила свои коррективы. И я поняла, что в моём питании, в принципе, будут присутствовать все продукты, которые можно назвать едой, но на первое место будут ставиться именно полезные продукты и натуральные, а уже дальше по убывающей будут стоять те продукты, которые всё менее и менее и менее полезны. Таким образом я скорректировала свой рацион и очень скоро заметила, что меняется моё отношение к еде не только с точки зрения моего разума и моего понимания этой системы, системы питания, но и с точки зрения живота. То есть в животе очень скоро стали происходить изменения на уровне микрофлоры, и чем больше я уделяла внимания своему здоровому питанию, тем лучше чувствовал себя мой живот. В конце концов я пришла к тому, что моё питание стало довольно лёгким, необременительным для пищеварительной системы. Я получила и продолжаю получать очень много положительных эффектов от изменения своего питания. И поскольку я всю жизнь являлась мясоедом, я никогда не думала, что однажды моё любовь или моё пристрастие, моё желание есть мясо куда-то пропадёт. Однако это случилось. Но это случилось не сразу, а через несколько лет, после того, как я начала делать все эти пертурбации со своим питанием. И произошло это совершенно неожиданно для меня самой. Вот я сейчас абсолютно честно говорю, что я ничего не имею против того, чтобы люди ели мясо. Но я за разумное отношение к мясу. Поскольку я уже несколько лет консультирую людей именно по вопросам питания, то я вижу, что злоупотребление в животном белком всегда приводит к не очень хорошим, мягко говоря, последствиям. Поэтому я отношусь к поеданию мяса аккуратно, разумно и дозированно. Так вот, по мере того, как я выстраивала свои отношения с мясом, мало-помалу оно ушло из моей жизни, и у меня напрочь отпало желание его есть. Но это не значит, что я противник мяса. Ещё раз повторю, я не противник. Каждый человек сам решает для себя этот вопрос, и сам приходит однажды к своим собственным взаимоотношениям с мясом. Мои взаимоотношения сейчас с мясом очень, я бы сказала, деликатные. Мы так друг другу на «вы». Мясо возникает в моей жизни, но не так часто. И сейчас я подвижу вопрос. Многие адепты здорового питания могут спросить, а как же белки, а как же норма белков? Ведь если человек не будет добирать норму белков, с ним обязательно что-то случится плохое. Давайте разберёмся получше в этом вопросе.